Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика о тканях с Хэппи Нас. Я очень рада, что вам понравилась эта рубрика, поэтому продолжаю. И поскольку близится потепление, то мы с вами начнем говорить о тканях, которые будут комфортно в теплую и жаркую погоду. Сегодня мы поговорим о вискозе. Натуральные ткани, полученные искусственным образом. Вискозу создают из древесины, а точнее из вещества, которые входят в состав древесины, которые называются целлюлоза. Древесину очищают, измельчают, удаляют всю жидкость, и эту массу пропускают через специальные фильтры, которые создают тонкие волокна. Затем эти волокна высушивают, прессуют и окрашивают. Таким образом, процесс изготовления вискозы искусственный, но ткань, тем не менее, полностью натуральная. Чаще всего вискозная ткань мягкая и нежная на ощупь, легкая, струящаяся и с еле заметным сиянием и блеском. Но она может быть и более плотной, костюмной и даже пальтовой. Вискоза очень комфортна в жару, она прекрасно дышит, намного более гигроскопична и легче, чем хлопок. Давайте посмотрим на нее поближе. Сегодня мы в магазине итальянских тканей Брависсимо на Галактионова 6 в городе Казани. Легкая, но при этом непрозрачная, а плотная плательная ткань со стопроцентным содержанием вискозы. Мягкая, нежная, приятная к телу, легко драпируется, но немного мнется. Тем не менее, способна расправляться и разглаживаться со временем. В отличие от хлопка, который, если помялся, таким и останется на весь день. Эта ткань представлена в большом количестве цветов. Цена для ткани с таким качеством просто великолепная. 495 рублей. Из нее можно сшить платье, блузку, рубашку и чувствовать себя совершенно комфортно в жаркое лето. Когда мы слышим шифон, мы представляем тонкую, практически прозрачную ткань. Этот шифон не совсем такой. Состав ткани вискоза 95% и эластан 5%. Он легкий, играющий, мягкий, слегка просвечивающий. И благодаря эластановым волокнам не сильно сминается и растягивается. Из такого шифона можно сшить женственное платье на подкладе, блузку или просто обработать края и носить как шарф или платок. А вот невесомая нежная сорочечная ткань. На 100% состоит из вискозы. Приглядитесь, она имеет необычное рельефное переплетение. Очень красиво. Сминаемость умеренная. Как видите, она легко возвращается в свою прежнюю форму. Цена этой вискозной ткани со скидкой 30% 696 рублей. Видите шероховатую, словно песок, поверхность ткань? Такой креповый эффект достигается благодаря особому переплетению скрученных нитей. Упругая ткань легко разглаживается после сминания. Это красивые струящиеся платья, сарафан, блузка, легкие брючки или комбинезон. Подойдет для множества моделей. Представлен он здесь во всей радуге цветов. Цена 595 рублей. Вот вискоза поплотнее из разряда костюмных. Джинсовая ткань с аккуратной вышивкой. Отлично подойдет для сарафана, рубашки, платья, брючек, жилетки. Ткань будет великолепно дышать в жару и согревать в холод. Состав 100% вискоза. И цена со скидкой 40% 957 рублей. Представлен еще в таких различных вариациях и цветах. Ткань с ярким сюжетным рисунком от модного дома Прадо. Легко драпируется, можно создавать женственные струящиеся формы. Сминаемость ткани низкая. И даже если она и мнется, то рисунки на ткани отлично это скрывают. Цена такой ткани со скидкой 30% 1081 рубль. А вот ткань в мелкий рисунок, похожая на турецкий огурчик. Состоит наполовину из вискозы, а наполовину из хлопка. Состав великолепный. Подойдет для платья, блузки, рубашек. Представлен и в других цветах и вариациях с мелким рисунком. А вот еще одна ткань с похожим составом хлопок и вискоза. Несмотря на такой состав, ткань практически не мнется. Из этой ткани с маленькими нежными букетами получится прекрасное женственное платье. Ну и напоследок расскажу о том, как ухаживать за вискозными тканями. Стирать следует при температуре не выше 30 градусов. Вручную, либо в режиме бережной стирки в машинке. Отжимаем на малых оборотах. А если вручную, то не скручивай излишне сильно. Ну и утюжка вискозной ткани должна быть не при высоких температурах. На самом деле, для того, чтобы разгладить вискозу, достаточно очень низкой температуры. И это все о вискозе на сегодня. Если у вас есть какие-то пожелания и вы хотите узнать больше о каких-то конкретных тканях, то обязательно оставляйте их в комментариях. И, возможно, в следующих выпусках вы увидите рассказ о ней. С вами была я, Гульнас. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Я желаю вам успешного дня. До встречи. Пока!